Сирах, глава 38. Сирах, глава 39. Сирах, глава 39. Сын мой, над умершим пролезь слезы, и как бы подвергшись жестокому несчастью, начни плачь, прилично облеклись тело его, и не пренебреги погребением его. Горький да будет плач и рыдание теплое, и продолжи сетование о нем по достоинству его день или два для избежения осуждения, и тогда утешься от печали. Ибо от печали бывает смерть, и печаль сердечной истощит силу. С несчастьем пребывает и печаль, и жизнь нищего тяжела для сердца. Не предавай сердца твоего печали, отдаляя ее от себя, вспоминая о конце. Не забывай о себе, ибо нет возвращения, и ему ты не принесешь пользы, а себе повредишь. Вспоминая о приговоре надо мною, потому что он так же и над тобою, мне вчера, а тебе сегодня. С успокоением умершего успокой память о нем, и утешься о нем по исходе души его. Мудрость книжная приобретается в благоприятное время досуга, и кто мало имеет своих занятий, может приобрести мудрость. Как может сделаться мудрым тот, кто правит плугом или хвалится бичом, гоняет валов и занят работами их, и которого разговор только о молодых валах. Сердце его занято тем, чтобы проводить борозды, и забота его о корме для телец. Так и всякий плотник из очей, который проводит ночь как день, кто занимается резьбою, того прилежания о том, чтобы разнообразить форму. Сердце свое он устремляет на то, чтобы изображение было похоже, и забота его о том, чтобы окончить дело в совершенстве. Так и ковач, который сидит у наковальни и думает об изделии железа, дым от огня изнуряет его тело, и с жаром от печи борется он. Звук молота оглушает его слух, и глаза его устремлены на модель сосуда. Сердце его устремлено на окончание дела, и попечение его о том, чтобы отделать его в совершенстве. Так и горшечник, который сидит над своим делом и ногами своими вертит колесо, который постоянно в заботе о деле своем, и у которого исчислена вся работа его. Рукою своей он дает форму глине, а ногами умягчает ее жесткость. Он устремляет сердце к тому, чтобы хорошо окончить сосуд, и забота его о том, чтобы очистить печь. Все они надеются на свои руки, и каждый умудряется в своем деле. Без них ни город не построится, ни жители не населятся и не будут жить в нем. И однако ж, они в собрании не приглашаются, на судейском седалище не сидят и не рассуждают о судебных постановлениях, не произносят оправдания и осуждения. И не занимаются притчами, но поддерживают быт житейский и молитва их об успехе художества их.